Да не может быть, это мой 2.6. Продажи этого двигателя шли не очень. У этого двигателя уже разгружен механизм ГРМ. Это пускной коллектор от двигателя Ауди 2.6 АБЦ, спроектированный по заводу как коллектор системы изменения геометрии. К сожалению, до наших дней не дожило ни одного двигателя 2.6 АБЦ, у которого эта система работает. Сейчас я расскажу, как эта система функционировала и как вообще на свет появился такой двигатель как 2.6 АБЦ. Изначально, в 1991 году, когда компания Ауди выпустила обновленную модель Ауди 100 в кузове C4, в линейке двигателей отсутствовал такой двигатель как 2.6 АБЦ. Свежий новый V-образник 2.8 ААХ, мощностью 170 л.с., компактный, сбалансированный, на него компания сделала ставку. Продажи этого двигателя шли не очень, и вот почему. У меня есть прайс-лист 1992 года. Модель Ауди 100 АВАНТ. Двигатель 2.8, механическая коробка передач. Стоимость машины 59 500 доич марок. А ближайший конкурент на 1991 год, модели 2.8, была модель 2.3. Стоимость этой модели с механической коробкой передач составляла 50 200 доич марок. Разница в 9 300 доич марок. Это ориентировочно 5 300 долларов. На тот момент это очень большие деньги. Любой бизнесмен, который покупал Ауди 100, считал деньги. Поэтому продажи этого двигателя, модели с этим двигателем шли не очень. Руководство компании подключило маркетологов, конструкторов, инженеров. И появилось такое детище в 1992 году, как 2.6 АБЦ. 2.6 АБЦ это максимально удешевленный 2.8 ААХ. Обратите внимание, коллектор от 2.8 ААХ. Он полностью цельно литой из алюминия. Он дорогого исполнения. Здесь дроссельные заслонки на каждый цилиндр стоят. У двигателя 2.8 ААХ присутствовал расходомер воздуха. Вакуумный актуатор, вакуумный электроклапан. То есть дорогой обвес у двигателя. Блок управления был способен диагностировать пропуски в каждом цилиндре. Владельцы 2.6 об этом только могут мечтать. Потому что у них максимально простой блок управления двигателем. У них нет расходомера воздуха. У двигателя 2.6 АБЦ верхняя и нижняя крышка из пластика. Из алюминия здесь только вот эта вот средняя часть. У двигателя 2.6 АБЦ нет обвеса управления вакуумной системой. Можно снизить цену и тем самым поднять продажи. Продажи ноу-хау на тот момент V-образников. Они входили в тренд. И в 1992 году появляется такая модель, как 2.6 АБЦ. Стоимость этой модели, это прайс ли 1992 года, составляла 51 500 дойч марок. А ближайший конкурент на то время, который стоил дешевле, тот же 2.3 ААР, 50 200 дойч марок. Согласитесь, разница в 1300 дойч марок уже не так существенна, как в 9000. И клиент мог себе позволить вместо обычного пятицилиндрового с механическим впрыском, современный V-образный 2.6, уже с инжекторным впрыском. Сбалансированный, компактный момент. Это были главные лозунги этого двигателя. Однако инженера и конструкторы не просто взяли и убрали систему изменения геометрии, дроссельные заслонки стоят. Они ее сохранили, но сделали на основе пластика, сделали без управления. Она работала за счет аэродинамики, за счет физики. Сейчас я расскажу, как это все работало. Наверняка многие слышали, как из пускного коллектора 2.6 АБЦ извлекают пластиковый пенал, потроха, кусочки. Вот на фотографии эти потроха. Пластиковый пенал, перегородка, лепестки, которые крепились к перегородке. Это и есть система изменения геометрии пускного коллектора 2.6 АБЦ. От времени, буквально за 2-3 года, эта вся система разлетается. Я изобразил макет перегородки. Как это все работало? По умолчанию, на холостых или на низких оборотах, перегородка закрыта. Она перекрывает впускные каналы примерно на 60%. Вот впускной канал. Тем самым она формирует длинный впуск. Воздух, поступая через дроссельную заслонку, попадает под пенал, который формирует совместно с этой заслонкой длинный впуск. Через эти вот каналы воздух попадает в эти каналы и поступают цилиндры. Как только вы нажали на гашетку, развилась определенная скорость, обороты, начало поступать большее количество воздуха и под действием силы аэродинамики пенал вместе с перегородкой поднялась. Каналы открылись и воздух начал напрямую поступать во впускные каналы. Так как перегородка поднялась, открылся полностью впускной канал. Изначально он был такой вот величины и стал вот такой. Дополнительно поднялась вот эта вот часть. Она подвижная. Посмотрите, какие образовались зазоры. Где-то на 5 мм поднимается. Таким образом воздух беспрепятственно напрямую через короткий впуск попадает в цилиндры. Как только обороты опять упали, перегородка поднимается вместе с пеналом и получается снова длинный впуск. Таким простейшим образом, без какого-то управления, удешевленная система коллектора 2.6 АБЦ. Но так как через 2-3 года эта вся система начала разлетаться, пошли жалобы от клиентов, а поскольку автомобили в среднем на 5 лет гарантии, на обслужение у дилера и тому подобное, компания Ауди пошла на шаг по изменению ситуации. Была упущена вторая версия двигателя 2.6 АБЦ, уже без этих потрохов. В этой части вот эта перегородка осталась, но она была запаяна. Она неподвижна осталась. А здесь просто пустота. Без перегородки и без пенала. Однако потерялась мощность двигателя. Но чтобы это было не так заметно, специалисты разработали иную версию ГРМ. Может кто-то слышал, что у двигателя 2.6 АБЦ, А6-C4, существует клапан 7 мм толщиной. Так вот, клапан толщиной 8 мм, это был клапан от двигателя Ауди 100 C4, а также у А6-C4 облегченные гидрокомпенсаторы. Под гидрокомпенсаторами используется одна пружина вместо двух. То есть инженеры разгрузили механизм ГРМ, тем самым нагнали немножко мощности, поскольку отсутствует система изменения геометрии. Таким образом, под действием маркетологов, под действием руководства, уже тогда, в 90-м году, пошла оптимизация производства в году продажам. Сравним на заводских графиках зависимость мощности и крутящего момента от оборотов у двигателей 2.8 и 2.6. Левая ось координат – это мощность двигателя. На графике она отображена синей линией, правая ось – это крутящий момент, на графике – это красный пунктир, нижняя ось – это обороты двигателя. Обратите внимание на пунктирную линию крутящего момента 2.8, начиная с отметки в 3000 оборотов. Крутящий момент начинает падать, а на отметке в 4100 оборотов, когда открываются заслонки пускного коллектора, то есть происходит изменение его геометрии, а это смена длинных пускных каналов на короткие, что в свою очередь позволяет сохранить крутящий момент и увеличить отдачу мощности до 5000 оборотов. А как мы видим из графика двигателя 2.6, сохранение крутящего момента происходит на отрезке от 3000 до 4000 оборотов. Однако, график двигателя 2.6 корректен только в том случае, когда у него исправна система изменения геометрии пускного коллектора, о которой я уже рассказал. В его нынешнем состоянии, в котором ездит 95% владельцев без пенала и перегородок, а это короткий впуск, верхушку крутящего момента можно смело срезать вот таким образом. Потому что крутящий момент достигается не только за счет короткого впуска на высоких оборотах, каковым он является у 2.6 без этой системы, но и за счет длинного на низких оборотах. Именно по этой причине современные обзорщики, которые сравнивают, как валит 2.8 ААХ в сравнении с 2.6 АБЦ, отмечают, что 2.6 в овощной двигатель и совсем не едет. Ну, конечно же, самое интересное начинается только после выезда из гаража. Как и многих ГСК, первые десятки метров разбитая дорога, потом доезжаю до хорошего асфальта, включаю вторую передачу, начинаю ускорение. Знаете, вот это чувство, когда вас кто-то везет к пассажирам в машине, вы не предчувствуете тот момент, когда включается передача, когда водитель тормозит, когда он начинает ускорение. И в этот момент вас вестибулярный аппарат немножечко обманывает. И ровно то же самое чувство я испытал, когда начал ускорение на коллекторе 2.8. Я смотрю на тахометр, 1800 оборотов. Не может быть! Откуда такое плотное ускорение? На коллекторе 2.6 это начиналось где-то на 2500. Хорошо, я начинаю ускоряться дальше, стрелка доходит до 4000, я чувствую такой плавный мощный тлачок сзади. И это плотное ускорение продолжается до 5800. Да не может быть! Я сбросил скорость, может мне показалось. Опять включаю вторую передачу и начинаю ускоряться. Такое, чувствую, плотное стабильное ускорение с 2 до 5800. Как это происходило на коллекторе 2.6? Вы начинаете ехать до 2000 оборотов, там что-то такое вот. Ну да, он начинает раскручиваться. 2200 оборотов, 2500. Начинается хорошее плотное ускорение до 4500. То есть, такой вот диапазончик. А на коллекторе 2.8 это плотно с 2 до 5800. Мы сейчас немножечко проедем. я сброшу сейчас на второй передаче обороты. Вот оно пошло. Да не может быть, это мой 2.6. 4000 оборотов открывается заслонка. Ух! Вы видели? Переключаемся сразу на 4000 оборотов. То есть, уже на открытые заслонки. На длинный впуск. То есть, длинного на короткий впуск. Вот это подхват. Сбросим еще раз, попробуем. Включаю вторую передачу. Скорость 40 км в час. Давайте еще немножко сбросим. Как она тянет. 4000. Волчок. Офигеть. Вот что дает изменение геометрии густного коллектора. Казалось бы, что там вот. Едет все хорошо. Ребят, поверьте, инженера не зря сделали. Эта технология применяется сейчас на многих производителях и не зря. Так что я советую. По расходу топлива я еще пока не заметил разницы. Ну, скажем так, машина стала ехать лучше. Я начал нажимать больше. И расход остался прежним. То есть, больше отдачи за те же деньги. Подведем итог по поводу тюнинга двигателя 2.6 АБЦ с незначительными изменениями. Больше всех повезло тем, у кого двигатель второго поколения. Это либо А6 А4, либо двигатель после 1994 года выпуска. У этого двигателя уже разгружен механизм ГРМ. То есть, стоят облегченные гидрокомпенсаторы, легкие клапана на 7 мм и несколько видоизмененные распредвалы. Это позволило добавить динамики этому двигателю. Этим ребятам остается установить коллектор с изменяемой геометрией от 2.8 ААХ, что добавит также мощности. Когда мы устанавливаем коллектор от 2.8 ААХ на двигатель 2.6 АБЦ, мы не нагружаем двигатель. Мы просто возвращаем то, что когда-то было заложено именно в этот двигатель. А тем, у кого двигатель первого поколения, это Audi 100 C4, либо двигатель с 1991 по 1994 год, можно пройти два этапа. Первый это установка коллектора 2.8 ААХ. Второй это установка распредвалов, гидрокомпенсаторов и клапанов от двигателя второго поколения. То есть можно дважды добавить мощности. А тем, кто решится на подобную переделку, я желаю удачи и терпения. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!